здравствуйте дорогие друзья вчера вот я обрезала свою крупнолесную гортензию подкислила почву под ней и сегодня начну подкормку я вообще люблю специализированные удобрения для для любых как бы растений для цветущих потому что уже в них заложена формула которая которая нужна для растения потому что иногда мы не знаем знаете гортензии нужна кислая среда и именно уже в специализированных удобрениях добавлено больше серы или больше там марганца железа чего нужно нашим гортензиям и ранней весной конечно требуется я проделала вокруг своей гортензии лунку сантиметров 10 и уже эта гортензия у меня большая она взрослая поэтому ей требуется немножко больше я вот добавила пролонгированное удобрение бонафорта я вот использую для своих гортензии в открытом грунте удобрение бонафорта она пролонгированная значит длительного действия но я еще эту гортензию хочу немножко подкислить поэтому я сверху добавила еще 40 грамм коллоидной серы чтобы была кислая среда и посмотрим как будет изменяться цвету моей гортензии эти вот это удобрение она подойдет и для гортензии крупнолистных и гортензии метельчатых и гортензии древовидных будет растение впитывать то что ему нужно и причем есть подкисление если допустим мы забыли вдруг подкислить прошел дождик там что-то растворилось и растение получило питание а сейчас я хочу с вами еще поговорить о том почему вот иногда мы можем сделать гортензию голубой иногда не можем некоторые сорта просто они уже заявлено как бы голубые но если они будут расти в щелочной среде они голубыми не станут а из-за чего они становятся голубые у лепестков вот на цветочках есть такое есть такое какое-то вещество оно называется антоцианы вот именно эти вот антоцианы которые находятся в лепестках реагируют на кислотность грунта если грунт у нас щелочной значит они будут розовые или красные если грунт подкисленный и присутствует еще в земле алюминий то эти антоцианы окрашиваются в голубой или синий цвет белая гортензии нельзя изменить можно изменить только розовые поэтому посмотрите что я использую для изменения цвета тоже вот такое в пакетиках продается тоже от фирмы кстати бона форта даже фирма что я использую удобрение средства для изменения цвета тут алюминиевые квасцы и вот посмотрите если мы добавляем вот эти алюминиевые квасцы но если почва не кислая растение не может впитать этот алюминий поэтому обязательно нужно кислить почву а вот в этих удобрениях говорю в профессионально ну как бы уже именно для гортензии предназначенных там уже есть подкисление почвы поэтому она всегда по чуть-чуть как бы подкисляется даже если мы забываем поэтому будет работать вот это вот средство для изменения цвета и еще что я хочу сказать вот именно в этих добрые удобрениях для крупнолистных гортензий если мы хотим ее голубую сделать потому что есть еще удобрение встретить я вот такое тоже приобрела жидкая для голубых гортензий что в них если еще мы обратно по незнанию можем удобрить много фосфора дать то фосфор не дает впитываться алюминию вот этим вот кваса квасцам фосфор блокирует блокируют вот эти вот алюминий получается плохо растворимое соединение и растение тогда тоже не изменить цвет поэтому опять же говорю вот именно специализированных удобрениях там все подобрано а если взять вот именно для голубых гортензий я изучила там состав получается калия больше чтобы гортензия изменила цвет нужно удобрение с большим содержанием калия вообще очень подойдет как бы 10 10 и допустим там 54 калия фосфора должно быть мало вообще фосфора мало и еще другое если будет очень много азота тоже гортензия может зеленоват зеленоватость такая как бы появляться тоже нужно все как бы брать как вам сказать ой я все-таки доверяю профессионалам которые придумали вот удобрения разные может могут быть фирмы вот как бы для меня нравится во первых они такие яркие приходишь в магазин и понимаете вот эта вот яркость я посмотрела формулу я изучила сразу как я буду свое добрение своей гортензии подкислять как я буду изменять им цвет я изучила что должно быть мама небольшое содержание фосфора и вот посмотрите у гортензия для голубых гортензий и на самом деле вот тут вот если посмотреть состав но не фокусируется тут получается фосфора два с половиной процента вот это удобрение я буду использовать уже потом опрыскивание по листу сейчас я пройду все свои гортензии именно под кормку дам для корня чтобы корневая система стала работать когда немножко больше при распустится листики я вот этим те которые я делаю голубые я буду использовать для голубых гортензий точно такое же есть удобрение вот посмотрите для клумбовых цветов это из яркие крупные соцветия это удобрение уже у меня подойдет для метельчатых для древовидных для тех которые я хочу делать розовые останутся потому что тут больше содержания фосфора вот в этом удобрении иногда мы приходим в магазин и видим столько много баночек для чего вроде бы как бы одно и то же но понимаете при лучшем изучении все таки понимая что специалисты и какие-то там научные сотрудники не зря же стараются и облегчают нам труд именно вот создавая удобрение фирма может быть разное может быть у вас какие-то другие я пользовалась и другими но в этом году вот как-то я для себя решила комплекс приобрести таких удобрений и еще вот я вам скажу если мы хотим сделать изменить цвет какие должны быть условия если мы хотим изменить цвет крупнолистные условия гортензии какие мы должны условия соблюсти должна быть обязательно кислая среда значит перед каждой даже под кормкой вот по листу если мы не подкормили специализированным удобрением мы проливаем подкисляем землю значит используем или лимонную кислоту или используем ой яблочный уксус полстакана на ведро воды или налейку проливаем и через день-два тогда мы удобряем но если я вам говорю мы используем специализированное удобрение там уже есть постепенно подкисляется почва значит кислая среда должна быть для изменения цвета от этой кислой среды зависит состояние вот этих антоцианов они только будут изменять цветы наши эти антоцианы в кислой среде но должно быть присутствие алюминия значит используем вот такое средство допустим я нашла только бона форта средства для изменения цвета вот такое вот радуга тоже проливаем до цветения когда уже вы видите вот тут вот почечки набухают и проливаем где-то раз в неделю по инструкции тогда будут красивые голубые цветы у гортензии да значит присутствие алюминия и состав удобрений если мы хотим видите у меня эта гортензия очень большущая я говорила при обрезке что я просто боюсь как она как я ее буду удобрять поэтому столько кучу всяких удобрений на приобретала розы любим для розы всякие вкусности покупаем а думаю почему я не могу приобрести это и для своих гортензий тем более у меня их куча и состав удобрений значит если мы сделаем хотим гортензию сделать голубой мы фосфора суперфосфат вообще не используем потому что он будет блокировать всасывание алюминия вот так сейчас я пройду также удобрю все свои гортензии и будем смотреть я буду вот удобрять их вот этим для гортензии радуга буду некоторые голубые а некоторые розовые если вы не хотите чтобы у вас были гортензии голубые допустим цвета оставались если цвет допустим ярко-ярко малиновый то там может быть слабо ну слабо кислая такая среда можно немножко добавить доломитовой муки доломитовой муки чтобы раскислить почву поэтому можно заниматься такими превращениями голубую гортензию сделать розовую розовой сделать голубой но интересно знаете все таки в цветах в розарии много розового цвета а голубого присутствует как-то мало и очень красиво когда в саду мне кажется будут розовые розы а гортензия большие голубые шапки поэтому поэтому я свои гортензии некоторые хочу именно сделать голубыми если кто со мной присоединяйтесь но я думаю что химичить самим труднее лучше довериться профессионалам и и удобрели развели по инструкции даже вот это вот удобрение развели по инструкции и спите спокойно и знаете что ваши удобрения получили в какое-то питание сейчас я вот эту вот луночку свою закопаю и пролью водой и у меня тут видите получается как бы я засыпала опилками поэтому у меня тут как бы мульча такая сохраняется вот еще одна гортензия тоже такая же у меня как бы мульча видите я просыпала вот это удобрение оно немножко как намокает и растворяется будет постепенно растворяться сейчас это я все закопаю пролью водичкой и замульчирую обратно вот этим слоем красивым красивого вам цветения и давайте будем вместе химичить и заниматься превращениями до свидания